Дорогие, это уже четвертое видео из Парижа. Сегодня наша прогулка пройдет в музей армии Франции. С отцом Нареком мы прошли, возможно, всего лишь одну треть музея. Признаюсь, были очень уставшими и, как всегда, спешили. И поэтому пропустили залы военных событий XX века. При входе в музей, точнее, в первый зал, На мое удивление, нас встретил пышный женский наряд французской принцессы Маргариты де Валуа. Но оказалось, что это не старинный экспонат, а всего лишь платье, шитое театральным художником по костюмам Муйдел Бикелем для фильма 1994 года «Королева Марго», где ее сыграла актриса Изабелла Аджани. Там было еще одно платье XVI века, но оказалось, что это было пальто великого магистра Ордена Святого Духа, сделанное для Людовика XVIII, используемое Карлом X. В музее было много чего интересного, начиная от оружия каменного века и до рыцарских доспех, и стрелкового оружия Средневековья. Даже были мини-катюши, потом сами вы видите, о чем речь. Там даже было чучело одной из 130 лошадей Наполеона. Но самым интересным для меня была картина-портрет личного телохранителя Наполеона, известного как Рустам Амелюк. Наверное, многие из вас слышали об его арцарских корнях, но многие не знают его историю. Так что наберитесь терпения и после истории о музее армии поговорю и о Рустаме Арцахском. Возможно, поэтому не случайный интерес Франции в вопросе Арцаха. А в конце, как всегда, выложу мое видео из музея. Мир вам, дорогие зрители. В 17 веке Людовик XIV возглавлял самую большую армию Европы. Понимая, что солдаты являются главным гарантами французского величия, в 1670 году Людовик решил построить огромный госпис гостинца инвалидов на окраине Парижа для пожилых, раненых или непригодных для военной службы солдат, чтобы позаботиться о них. Ведь воины теряли способность к службе по болезни или просто в связи с преклонным возрастом. А вместе со способностью служить они теряли и средства к существованию. Вчерашние ратники не просто быстро нищали, но и пополняли собой армию, попрошая гваров и смутянов. И поэтому проще, дешевле было собрать их в одном месте и кормить, чем вылавливать во время полицейских рейдов и потом сажать их в тюрьму. Заниматься этим вопросом Людовик поручил своему секретарю по военным вопросам Маркизу де Луа, который эту работу доверяет архитектору-короля Либералю Брюану. Местом под строительство требовалась большая свободная площадка на окраине, да еще и недалеко от реки Сены. Это чтобы обеспечить удобное снабжение по воде. Плата Гренель подходила по всем параметрам и строительство началось. Работы начались в марте 1671 года, а первый камень был заложен 30 ноября. И все здания, кроме церкви и лазарета, были завершены в феврале 1774 года. В октябре того же года Людовик XIV открыл отель-оспис с поселением первых жителей. Маркиз де Луа станет директором больницы и генеральным администратором. Кстати, больница действует и по сей день, и не только для военных. Гостиница или дом инвалидов управлялась на основе военной и религиозной системы. Колокольный звон и барабанная дробь задавали ритм жизни пенсионеров. Они обязаны были присутствовать на церковных службах и процессах и соблюдать спост. Строгой была воинская дисциплина. Все, способные держать оружие, участвовали в учениях, стояли на часах или в почетном карауле. Ветераны, объединенные в роты под командованием офицеров, обязаны были в меру сил работать в сапожных мастерских цехах по производству гобеленов или в отеле, где раскрашивали гравюры. Вырученные от продажи товаров деньги частично компенсировали государству расходы на содержание верных бойцов. Поэтому гостиница была освобождена от налогов. Уход за жителями был основан также на сборах из аббатств. Питались пенсионеры по расписанию за огромными столами на 50 человек. Завтраки, обеды и ужин начинались точно в назначенное время. В еде недостатка не было, но вина полагалась лишь по четвертушке на брата. В центре обеденного зала стоял стол водохлебов, лишенных права пить вино. Пенсионерам запрещалось в спальных курить и принимать пищу, а также пить вино. Женщины в помещениях не допускались, но женатые поставленцы могли навещать семью два раза в неделю. Нарушители дисциплины подвергались штрафам и разнообразным наказаниям. От перевода на хлеб и воду до изгнания из учреждения, например, за богохульство. Такое учреждение, как «Дом инвалидов» или «Отель инвалидов» было очень успешным. Оно стало общеевропейским образцом заботы о бывших войнах. Двойродный брат Людовика XIV, английский король Карл II, к примеру, основал для военных ветеранов Королевский госпитал Челси. А Петр I, посетив Дом инвалидов, вскоре ввел в Российской армии пенсионную систему. К концу правления Людовика XIV в 1715 году здесь проживало более 4000 жителей. Фасад Дома инвалидов имеет размеры в длину 195 метров, а высоту 22 метра. Его бранство напоминает о военном назначении этого места и королевской власти. Королевский вход, центральный павильон, вдохновленный древним триумфальным арком, изображает Людовика XIV как победоносного римского императора. Король окружен аллегориями благоразумия слева и справедливости справа, обе из которых считаются королевскими добродетелями. Пройдя через королевский вход, посетители попадают во двор Суд Чести. Этот двор, окруженный двумя аркадными галереями, является самым большим двором этой гостиницы и его длина составляет 102 метра, а ширина 64 метра. В этом дворе проводят государственные национальные военные мероприятия, как и похоронные церемонии. Шар разнавура проводили в последний путь именно из этого двора, как и многих политических, церковных, культурных деятелей, например, Жак Ширак, Пельмондо, Жак Густо и другие. В самом сердце отеля расположен собор Сен-Луи, спроектированный архитектором Жюль Ардуэн Мансаром. Как понял, собор состоит из двух частей. Основная часть собора – это церковь, которую называют Солдатской. В этой части молились солдаты и инвалиды. Северный фасад собора выходит во двор Суд Чести. Над входом находится статуя Наполеона I. Сперва она была установлена на вершине Вандомской колонны между 1833-1863 годами, а затем перенесенная в дом инвалидов в 1911 году. Была создана Шарлем Эмилем Сёром. Бронза была получена из пушек, захваченных у врага во время кампании 1805 года, особенно в битве при Аустерлице. Вокруг алтаря Солдатской церкви можно увидеть французские флаги и военные трофеи, принадлежавшие врагам Франции на протяжении всей истории. А от южной части находится Величественная Домская церковь с куполом в высоту в 107 метров и является самым высоким зданием в Парижине до постройки базилики Сакрокер и Эфелевой башни. Купол покрыт из 550 тысяч золотых листьев, которые в совокупности весят 13 килограмм. Последний раз его реставрировали в 1989 году. В этой части собора молился только Людовик XIV. Поэтому входы в храмы разные, но архитектурные постройки объединены алтарными частями. Сегодня мессы продолжают отмечаться в соборе Сен-Луи в Солдатской церкви, где также проходят концерты музыкального сезона инвалидов каждый год. С 1986 года, когда армейская епархия Франции переехала в Дом инвалидов, Сен-Луи стал вторым собором Парижа после Нотр-Дама. Во время революции купол собора стал храмом бога Марса. В 1800 году Наполеон I решил туда перенести гробницу маршала Тюрена и назначить зданию функцию пантеона военной славы. До этого Турен был захоронен в базилике Сен-Дени по приказу Людовика XIV. Там же находится сегодня прах Наполеона I, который умер в изгнании 5 мая 1821 года на острове Святой Елены. В 1840 году король Луи Филипп и правительство подумали о нескольких местах для перезахоронения Наполеона, таких как Пантеон или Триумфальная арка. Затем был выбран Дом инвалидов по символическим причинам, потому что это место связано с войной историей армии, и по практическим причинам, потому что необходимо было построить великолепную и внушительную гробницу для того, кто был императором французов. За работу над коробницей Наполеона отвечал архитектор Луис Висконте. Прежде всего, был вырыт огромный склеп на глубине 6 метров. Он имеет 23 метра в диаметре и не имеет крыши, чтобы посетители могли бы увидеть коробницу императора, даже не спускаясь в склеп. Коробница почти 4 метра в длину и более 2 метра в ширину. Она изготовлена из красного кварцита и опирается на зеленую гранитную основу. На земле на мозаике выгравлены имена победоносных сражений Наполеона. В гробнице 5 крабов. Первый из жестяной плиты, второй из дерева, следующий 2 из свинца, пятый из эбанового дерева. На последнем выгравлено имя Наполеон. 12 статуй женщины из белого мравора, называемых Викторияс, наблюдают за гробницей. Работа длилась почти 20 лет, и поэтому тело императора Наполеона было перезахоронено всего лишь в 1861 году, 2 апреля. Там же захоронены и другие члены императорской семьи. Двое братьев Бонапарта и его сын, Жозеф Наполеон II, а также маршалы Вобан, Фош и Леотей. Рядом также есть склеп, где похоронены сердца или тела четырех десятков генералов и маршалов Франции. А также там захоронены почти все губернаторы Дома инвалидов. Сегодня Дом инвалидов является также домом для Генерального секретаря обороны и национальной безопасности Франции и Кабинета военного губернатора Парижа. Музей армии был создан в 1905 году путем объединения Музея артиллерии и Исторического музея армии. Музей артиллерии был открыт во времена Французской революции в 1871 году и размещен в Доме инвалидов. Его основу составляли две оружейные коллекции – Королевская коллекция и коллекция принцев Конде. В дальнейшем добавились экспонаты из фондов Лувра, артиллерии из замков Винсен, Перфон, а также другие приобретения музея и дары ему. Исторический музей армии был создан в 1896 году частной компанией, глава которой Эдуард Датай обладает личным собранием и захотел на их основе открыть экспозицию. Музей располагается в восточном и западном крыле дома инвалидов вокруг парадного двора, а также в крыле к западу от церкви Сен-Луи. Парижский музей армии владеет третьей в мире после Венской и Мадридского музеев коллекции оружия в доспехах. В настоящее время в армейском музее с площадью 12 тысяч квадратных метров хранится почти 500 тысяч работ, охватывающие войну и историю в хронологическом периоде от предыстории до наших дней. Большей частью это французское оружие, но представлены также и другие европейские страны, равно как и страны Ближнего и Дальнего Востока. Коллекции музея состоят из древнего оружия, орделейских предметов, огнестрельного оружия, клинкового оружия, эмблем, униформы, ордена и украшений, а также исторических статуэток. Музей армии также хранит богатые иконографические коллекции, состоящие из картин, скульптур, гравюр, рисунков, фотографий, а также набора печатных работ, рукописей, периодических изданий и частных архивов. Здесь также хранится коллекция археологических памятников, а также коллекции неевропейских этнографических объектов, происхождение которых выходит за рамки французской колониальной империи и колонизации. С тех пор музей армии продолжает обогащать свои коллекции, в частности за счет пожертвований или покупок. Государство также внесло свой вклад в обогащение коллекции музеев посредством передачи от военных организаций или учреждений, начиная от униформы, оборудования, нормативных эмблем и заканчивая вооружением, в частности, во время закрытия оружейных заводов Сен-Этьени и Тюля в периоде с 1998 по 2001 год. Государство также выделили большие коллекции армейского музея, такие как коллекции оружия и доспехов, собранных Наполеоном III в Шато-де-Перфос в 1880, или коллекции музея Франша-де-Экспери после обретения Алжира-Независимости в 1962 году. Коллекция армейского музея в настоящее время распределена в шести больших хронотематических пространствах. Отдел древности оружия и амбонирования 13-17 веков. Отдел новой истории от Людовика XIV до Наполеона III, 17-19 века. Современный отдел, две мировые войны. Отдел Шарля де Голля. Это мультимедийный зал, в котором показывается 25-минутный биографический фильм на разных языках и представлена интерактивная выставка, посвященная жизни генерала. Забавный кабинет. Коллекции старинных игрушечных солдатиков, уменьшенные модели артиллерийского орудия, военные и музыкальные инструменты. Там около 150 тысяч картонных, свинцовых и оловянных солдатиков, созданных в период от XVIII до середины XX веков. Отдел живописи и скульптуры, кабинет, рисунков и фотографий. Там можно найти около 200 тысяч экспонатов. Музей армии оставался открытым во времена Первой мировой войны и продолжал обогащать свои коллекции многими предметами с работами, связанными с конфликтом. В то время как трофеи, взятые у врага, регулярно выставлялись вперед с XV по XVIII годы XX века во дворе суда чести от отеля инвалидов. Во время Второй мировой войны коллекции армейского музея были частично разграблены немецкими оккупантами. После войны директор музея генерал Андрей Блан провел в Германии несколько миссий по восстановлению утраченного. 18 июня 2000 года, в день 60-летия призыва Шарля Деголе к французскому народу, открылись новые залы, посвященные Второй мировой войне. Стоимость билета 15 евро. Билет комплексный, включает посещение музея армии, планов и грилевев, ордена освобождения, церкви и собора. Бесплатно детям до 18 лет и всем военным в форме. Личный телохранитель Наполеона Рустам был младшим ребенком арцахского-карабахского купца-армянина Унана и тифлиско-армянки Будживари. У него были сестры Мариам и Бекзада и братья Авак и Сейлян. Когда ему было два года, семья вернулась в родной город отца Аперкан, недалеко от города Шуши, как и пишет он в своих воспоминаниях. Перенес свой торговый дом в родной Аперкан, один из наиболее укрепленных городов Армении. То есть Арцах был частью Армении в то время. Аперкан, возможно, означает Аперкан, то есть есть берега. Между нашим Аперканом и Шушой была река. В сухое время года я не раз переходил ее брод, но теперь река сдулась и вода поднялась очень высоко. Отец по торговым делам с двумя братьями уходит из армянского города Ганзака, сегодняшняя Ганджа, в Азербайджане. А Рустам сам добирается к матери и сестрам в крепости города Шуши, где те прятались, поскольку их родной город Аперкан был разграблен татарами. В поисках отца и братьев вскоре он с матерью и сестрой Марьям направляются в Ганзак, где он теряет их. Беказада, как он и пишет, о ней умерла в Аперкане. Прошло некоторое время, и неожиданно моя молодая сестра Бекзада тяжело заболела. Мы потеряли ее всего за 8 дней. Мы очень тяжело переживали эту утрату. Беказада была первой красавицей тех мест. После их потери Рустама, как он и сам писал, продавали в рабство 7 раз. В рабство попадают мать и сестра. Мать выкупил богатый армянин и отпустил ее. А сестра служила у кого-то, где и встречает Рустам ее. Я страдал, что не могу попасть в козляр и в последний раз поцеловать матушку, потому что меня вскоре продали в шестой раз. На этот раз прибывшему из Константинополя торговцу с детьми. И он должен был увезти меня с собой. Я предложил этому торговцу купить и мою сестру, чтобы мы могли утешать друг друга на чужбине. Но он отказал. Короче говоря, я был безутешен. Все дни плакал, а моя добрая сестрица осушала мои слезы, говоря, Я отрежу прядь твоих волос и отдам маме. Пусть она убедится, что ты жив. Так утешала меня Марьян дней 15. А она, она прощание взяла ножницы и отрезала большую прядь моих волос. Она заливалась слезами, говоря, Рустам Джан, где бы ты ни был, обязательно напиши нам. Ты же знаешь, как мы тебя любим, и нет у нас другой радости, кроме как день и ночь думать о тебе. Если отец приедет за нами, обязательно пошлем его в Константинополь выкупить тебя. Она взяла константинопольский адрес купившего меня торговца, обещала писать мне, но с того времени я больше не имел вестей от своих родных. Так он попадает в Константинополь. Мы жили недалеко от Святой Софии, самого большого и богатого храма в мире. Его построили армяне, но турки захватили и присвоили его. В Константинополе мы прожили шесть месяцев. Однажды из Египта прибыл в город один из торговцев, Салабея, и купил меня. Мои бродяти жизни меня продали в седьмой и последний раз. Прошло несколько дней. Мы вновь сели на торговое судо, прошли Дарданели и поплыли к Александрии, первому порту Египта. Так пятнадцатилетний Рустам попадает в Египет, где его и обрезывают. Через неделю после прибытия в Каир в комнату ко мне вошел Кашев, военачальник Салабея, в сопровождении Бродобрея, чтобы произвести крещение, согласно местному обычаю, то есть совершить обрезание. Кашев объяснил, что это приказ Бея, и что для этого, чтобы стать хорошим мамлюком, надо обязательно быть обрезанным. Вопреки моей воле, лекарь приступил к своему делу. Дней через десять рана уже зажила, а еще через пару дней мне дали коня, которого обещали еще при вступлении в Большой Каир. Его купил Салабей, грузин-мусульманин, один из двадцать четырех наместников Египта, давший ему свободу и зачисливший корпус кавалерии мамлюков. Мамлюк означает раб-невольник, своего рода военное рабство. Сначала это были юноши-рабы из тюркских племен, а после уже из христианских народов. Мамлюки обладали политической и военной властью. В некоторых случаях они достигали рага султана. И так Рустам становится мамлюком. После того, как Наполеон взял Каир, разгневанный Джазар-паша отравил Салабея, и Рустам дезертировал, бродяжничая около месяца, и не выдавая, что он мамлюк. Затем в Каире он нанялся на службу к шейху Эль-Бекри, местному главнокомандующему и агенту французов. Сначала шейх относился к нему благословно и даже обещает руку дочери, но потом начинает издеваться и угрожать сдать французам. Я поначалу испугался, что шейх выдаст меня французам, с нравами и привычным которых я не был знаком, хотя слуга мой со многими людьми общался и не раз рассказывал, что французы добрые люди и такие же, как и мы христиане. Я успокоился. Эти слова Рустама говорят о том, что он, будучи обрезанным не по своей воле, все же был и считал себя христианином. Однажды Наполеону для службы ему понадобились два мамелюка, которых взяли у шейха Эль-Бекри. Когда переводчик Элиас их привел к Наполеону, младший из них, испугавшись Наполеона, заплакал. Тогда Наполеон сказал Элиасу, я не хочу, чтобы мне служили вопреки своей воле, зачем вы привели этого плаксивого ребенка? Верните его к шейху и подберите такого, который сам бы захотел стать моим мамлюком. На что Элиас отвечает, если вы соблаговодитесь написать Эль-Бекри, то может встаться и смогу, я смогу привезти того толстенького мамелюка, который лично сопровождает его. Я знаю парня, родом он из Грузии и прекрасный воин. Вот как описывает свою встречу с Наполеоном Рустам. Увидев меня, Наполеон подошел, потянул меня за ухо, потом спросил, хорошо ли я езжу на коне. Я ответил утвердительно, потом он захотел узнать, владею ли я шпагой. Я сказал, что много раз сражался на шпагах с арабами, показал шрамы на руках. Он обрадовался и спросил, как тебя зовут. Я ответил, и Джахия, он удивился, это не турецкое имя, тебя как звали дома, я признался, Рустам. Я не хочу, чтобы ты носил турецкое имя, с этого дня ты по-прежнему будешь Рустамом. Он прошел к себе в кабинет, принес оттуда дамасскую саблю, рукоятка которой была в шести крупных бриллиантах, пару пистолетов в золоченых футлярах. «Возьми», — сказал он, — «дарю, обещаю всегда заботиться о тебе». Мы вошли в комнату, где лежала груда бумаг. Наполеон велел все это перетащить к нему в кабинет. В этот же день вечером, часов восемь, я поднес ему ужин, после чего он потребовал экипаж, захотелось ему прогуляться за город, немного отдохнуть. А своему адъютанту Моссе Левини приказал достать для меня арабского скакуна с хорошим турецким сетлом. Моё место было возле двери его коляски, и мы вместе отправились на прогулку. Ночью, когда мы вернулись, он мне объяснил, — «Это моя спальня. Я хочу, чтобы ты спал возле двери и никого не впускал ко мне. Смотри, я целиком полагаюсь на тебя. Я передал через господина Элиаса, который был рядом. Я очень счастлив вашим доверием. Поверьте, я скорее умру, чем покину свое место, или позволю постороннему войти в спальню». Так, в августе 1799 года 17-летний Рустам переходит на службу Наполёну, сопровождая его повсюду следующие 15 лет. Он спал перед дверью и в его комнату на походной кровати с ложем и с ремней. Прислуживал при трапезах и туалетах императора. В 1806 году он женится на Александре Дувиль, дочери первого дворецкого императрицы Жозефины. Причем император составил брачный контракт и взял на себя все расходы. «Наконец мы вернулись в Париж», – пишет Рустам. «Император разрешил мне сразу же жениться, однако нотариус и архиепископ согласия не давали, мотивируя тем, что я не христианин и не католик римского вероисповедания. Я долго объяснял им, что я родился в Грузии и что я в Грузии всех христиан. Я вынужден был вновь обратиться к Наполеону, который дал мне два рекомендательных письма. Одно главному нотариусу, другое на имя парижского архиепископа. И только после этого, то есть спустя месяц после нашего возвращения, я смог наконец-то жениться. Император был так великодушен, что подписал наш брачный контракт и взял на себя все расходы. У Рустама родились двое детей. Сын Ахиллес будет работать в официальном журнале, а дочь выйдет замуж за парижского судебного пристава Армана Бонара. Дорогие, не буду пересказывать всю историю Рустам. Если кому будет интересно, то у себя в телеграм-канале выложу ссылку на мемуары Рустама. Вот почитайте, очень интересно. Скажу, что после отречения Наполеона в 1814 году он собрался было следовать за ним на Эльбу, но оказался в тянутом в неприятную историю. Как он пишет в своих мемуарах, ходили слухи о том, что Бонапарт собирается застрелиться. И когда император попросил Рустама принести ему пистолет, Рустам испугался и сбежал в Париж. После смерти Наполеона и всех политических событий Рустам с женой ведет тихую жизнь мирных обывателей в парижском пригороде Дурдан в своем собственном двухэтажном доме. Умер Рустам 7 декабря в 1845 году и похоронен на кладбище в Дурдане. Рустам по случаю своей женитьбы у художника Пайо де Монтабера заказывает свой портрет. Это один из немногих портретов, где Рустам представлен один, без своего императора, за которым он ежедневно следовал при дворе, охоте и на поле боя. Портрет после смерти Рустама переходит в руки его зятя, который передает его Пьеру Альберту Боффеу. Последний в 1901 году подарит армейскому музею. Рустам оставляет мемуары о своем пребывании при дворе Наполеона «Моя жизнь рядом с Наполеоном. Воспоминания мамилюка Рустама Раза Арменина». Книга появилась в печати в 1888 году и переиздана в 1911 году. Сохранилось предание, будто Рустам упросил Наполеона оградить от бушевавшего в городе Москве огня армянскую церковь Сурбхач и ближайшие кварталы. Панапарт выполнил просьбу и по его приказу в армянском переулке были расставлены цепи солдат. Вокруг же горели многие дамы Москвы. Во французском городе Дурдан 3 октября 2013 года по инициативе союза бывших воинов и участников движения сопротивления французских армян состоялось мероприятие, посвященное Рустаму. В мероприятии приняли участие мэр Дурдана Оливье Легуа, представители органов местного самоуправления, бывшие французские военнослужащие, в том числе и армяне, представители армянского духовенства и другие гости. Присутствовал также новозназначенный военный атташе посольства Армении во Франции Гарри Гин, Марк Ариан и другие представители дипломатической миссии. Присутствующие возложили венок к могиле Рустама Разы в Дурдане, после чего прозвучали государственные гимны Армении и Франции. Дорогие, вот такая жизнь Рустама Арцахского, телохранителя Наполеона. Поэтому не случайно, возможно, есть интерес сегодня Франции к Арцаху. А на сегодня столько, дорогие. Спасибо вам и храни вас Господь. И приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!